Всех приветствуем дорогие друзья в новом 2024 году. Это первый ролик который мы записываем в этом новом 2024 году. А ты уже кстати влился в работу? Я в работу. Да какую работу? Да конечно еще пока рано. Я думаю к маю где-то. К майским праздникам. Короче Владимир. На связи кстати Александр и Владимир. Ты вот видишь все-таки не совсем. Да и мы забыли сказать что насчет конкурса. Насчет конкурса. Что ребят нам очень понравились работы которые были присланы. Конкурс прошел круто. Вообще большие молодцы. Победителей конечно поздравляем. Пацаны вообще ребята. Классно. Для чего мы сегодня собрались Володь? Слушай у нас сегодня новый подопытный. Так. Что это? Это очередной китаец. А китаец. Китаец. Но сейчас уже нет не китайцев. Правильно? Поэтому мы сегодня его распакуем. Посмотрим. Послушаем. И вообще поймем его место в жизни. Место в жизни. Да. Определим. Это какая-то очередная копия чего-то фокусрайта. Что-то красного. Да. Так. Хорошо. Чего-то краев. Посмотрим. Бренда Срайт. Кстати посмотрим копия. Хорошо. Или прямо отдельно стоящий. Давай не будем тратить время наших любимых подспичечников. И начнем распаковку. Сразу начнем? Да. Давай. Начинай. Распаковывай. Ну как тебе коробка? Так. Какой-то что-то юзер гуиде. Вот давай. Держите это вам пожалуйста. Партян. Я люблю почитать. Так. Подожди. А мы не сказали как как называется эта машина? Кстати. Это же очень важно. Называется она кубик хан соло 2 ай 2. Подожди. А бренд кубик? Бренд кубик. Дорогие друзья. Бренд кубик. Модель называется хан соло 2 и 2. Это знаешь типа 2 и 2 4 x 4. Да. Чингис фейс. Да. И еще надо было назвать хан соло 2 и 2 ur 12 ur 22. Ну да. Примерно так. Все собрались. Коробка есть коробка. Мы ее выкинем. Итак. Вот модель аудиоинтерфейса. Владимир. Ну что можно про нее нам рассказать? Давай я ее щупаю. Держи. Держи. Металл. Это правда. Это приятненько. Не софтач. Не софтач. Друзья. Не софтач. Но я так понимаю цена не... Не софтач цена здесь. Не софтач. Он же все-таки наверное такой более бюджетный. Собран хорошо. Так. Так. Приятно в руках. Приятно в руках. Его же часто будете в руках держать. Как и любую аудиокарту. Угу. Вот. Что-то сильно напоминает лицевая панель. Художественный фильм. С***ли. Вообще один в один, да? Да. Вот прям очень напоминает. Она вот подожди. Она что напоминает? Соло или 2 и 2? Давай-ка подумаем. Вот что вот. Вот ты как? А давай посмотрим. У нас тут как-то получилось, что есть 2 и 2. Да, друзья. Имеется. Имеется. Так. Так. Ну вот 2 и 2. Это не такой продолговатый. Значит. Я имею в виду вот в эту сторону. Значит напоминает больше соло. Больше соло. Ну чисто вот как бы отрицанием. Ну подожди. Ну то есть если мы видим по количеству входов, такой же как 2 и 2, да? Нет. Все-таки у 2 и 2. Как соло. Как соло, да. Это же хан соло. Хан соло. Но он хан соло 2 и 2. Значит он взял что? Лучший из двух миров. Лучший из двух миров. Хорошо. Что же он взял, Владимир? По технике ты имеешь в виду? Да. А, подожди. У нас вот есть наши любимые, друзья. Ну помимо любимой рубрики Soft Touch Test, у нас есть еще сзади любимая рубрика Владимира. Называется рубрика... А что же сзади? Замок Кенсингтона. Это называется рубрика. Мы ее переименуем в рубрику А что же сзади? Это конечно мы точно можем сказать, что это совершенно не имеет никакого отношения к Focusrite. Потому что здесь нет замка Кенсингтона, который обычно есть в аудиоинтерфейсах Focusrite. Но зато есть два, чего у нас? Балансные. Два балансных, так сказать, TRS. Два TRS. Да, работает от USB Type-C. Да. Ну, что я могу сказать? Спасибо. В общем и целом, да, хорошо собранная карта. Действительно есть внешне фейс. Фейсом, да, лицом, да, внешне похоже на Focusrite. Нажимаются. Кнопки нажимаются, конечно, не Soft Touch, ну и ладно. Ну и ладно. Мы уже, как говорится, ко всему привыкли. Слушай, люфтов каких-то нет. Люфтов каких-то нет. Приятно крутиться. Да. С супругостью такой, знаешь. Теперь давай вот нам, значит, что про это пишут в интернете? О, давай. Давай, значит, кубик китайский эксклюзив для российского рынка. То есть этот бренд, разработанный какой-то китайской компанией, чисто для российского рынка. То есть, погоди, они, получается, проанализировали рынок? Такие, а как же нам назвать этот интерфейс чисто для русских? Так. И придумали Han Solo. Han Solo? Han Solo, друзья. Друзья, если вы где-то уже слышали Han Solo, где в какой-то вот, может быть, известной франшизе, в фильме. Русской, конечно же. Да, не, какой русской? Это же сарказм. Понятно, не русской. Вот, то пишите в комментариях. Ну, Han Solo, понятно, отсылка к Звездным войнам. Да, но почему 2.2-то? Ну, подожди, благозвучное и понятное российскому пользователю название бренда и продуктов. Ну, понятно, Han Solo. Они же ведь, помимо интерфейса, еще у них там какие-то продукты есть. А, вот оно что. Вот так. Значит, Han Solo 2.2 – самый продуманный и бескомпромиссный нейминг, впитавший в себя популярнейшие поисковые запросы пользователей. То есть, у нас поисковые запросы в России. Все исключительно по теме Звездных войн. Ну, и кубика. Да, я думал, как заработать, например. Или когда пенсию поднимут. А нет, зачем? Что делать, если у тебя? А самое популярное – это когда выйдет продолжение этого сиквела или приквела. Я понял, да. Какого-то конца этого соло. Ну, что ж, имеет место быть. Так, демократичные цены, хорошее состояние, цена-качество. Ну, по техническому характеристикам, я думаю, мы дальше пройдемся. Мы даже попробуем на него запись ввести на него. Мы здесь приоткроем немножко Завес Стайна. Мы всю эту запись проводим на один микрофон. Вот, он нас считывает, да? Да, сейчас мы пишем на наш флагманский девайс Focusrite 18 и 23-го поколения. Вот. А сейчас вот мы распаковали. Да. Мы там запись остановим и будем писать дальше весь ролик. Да, и запишем на него. Что по распаковке? Все, в принципе, понятно. А что-то еще было в коробке? Просто бросил. А, ну, может, там этот. Может, какой-то шнурочек. Ну, шнурочек сейчас. Просто важно, какого он цвета. Какого цвета? Что, думаешь, такой же, как коричневый? В 24-м году важно, какого цвета. Интересно, кстати, вот они придумали коричневый цвет. Как-то вот... Как-то даже вот побогаче смотрится, да? Побогаче. А вот здесь, конечно, не всех обошли. Ты когда-нибудь видел коричневый девайс? Коричневый нет. Ну, в студии. В студии? Коричневый? Я не помню. У меня дома нет коричневых девайсов. Так, друзья, у нас есть кабель USB Type-C. Ну, тут все понятно, да. То есть сейчас уже, как говорится... Ну, идеальное, мне кажется, светосходство, да? Прям вот создано. Да, да, да. Хорошо. Друзья, все. Нам нужно некоторое время, чтобы переподключиться, и будем говорить о технических характеристиках. Итак, друзья, переходим к техническим характеристикам этого замечательного прибора. И для того, чтобы доказать, что мы не... Это как там с горы-то? Не хрены с горы. Не раки. Не раки с горы, да. Мы, так сказать, запись здесь вот, она вот представлена у нас. То есть мы пишем сейчас на это устройство. В Cubase. Да. Как-то шумы, задержки, да? Шумы, задержки. Поехали, Владимир. Давай. Чего у нас по технике здесь? По технике. Я предлагаю взять какую-то базу, например, те девайсы, которые мы уже обозревали, чтобы было от чего оттолкнуться. Донер, лайфджек, миди плюс, м-ку, да, м-про. Да, да. Фокус райд можем, да, взять. Ну, это же классика. Это знать надо! Это классика! Ну, и в Раксте наш, дорогой, дорогой, любимый Раксте. Тогда я это все в кадр. Так, в кадр, хорошо. Это фокус райд, дорогие друзья. Тот самый, который мы когда-то назвали с райдом. Так. Так, донер. Лайфджек, лайт. Лайфджек, лайт. Лайфджек, лайт. Так, дальше. В Руксте. GVAR001B. Просто поверьте. Хорошо, хорошо. Я забываю просто уже. Эти названия. Так. Студио. Студио М-про. Миди плюс. Миди плюс, да. Окей. Давайте. Вот. Вот это все мы... Едем по техническим характеристикам. Все это держали у себя в руках. За это мы отвечаем. Да. Как кубик здесь себя проявляет. Итак, кубик. По динамическому диапазону. Это одна из самых важных характеристик. А почему? Потому что она дает... Прохладу. И скорее всего силу земли. Оттенки вашего звучания. То есть условно представь, что есть серый цвет. И вот динамический диапазон. Это количество оттенков серого цвета. Чем их больше, тем у тебя богаче получается картина. Друзья, пишите свои объяснения в комментариях. Сколько у вас оттенков. Будет очень интересно. Продолжайте, пожалуйста, Владимир. У нас вот по этому показателю мы смотрели именно микрофонный вход. Потому что он самый частый. Ну самый, да. 111 децибел у нас... У донора. То есть донор у нас 111. Focusrite. Focusrite и... И Midi+. М-прошка. Все, 101. 111 это хорошо, да? Это очень хорошо. Это очень хорошо. Для бюджета. Ну это же бюджетный, все равно карты все. Плюс-минус. Ну вот многие с тобой поспорят. Ну да, смотря для кого. Бюджетный, наверное, уже вторично проданный на Авито. Как-то так. Хорошо. Хорошо. А дальше у нас идет Han Solo. У него 106 децибел. 106? 106. Это как бы ого-го. Подожди, 106. А вот я вот на AXBT Pro Sound, ребята, этот тестировали. Они 103 насчитали. А вот знаешь, в чем разница? Вот заявленные есть производители, а есть замеренные. Замеренные. Вот замеренные 103. Все. Замеренные 103. Хорошо, запишем, учтем. А у нашего любимого этого Враксти, Вруксти? 101. 101. А причем там ситуация наоборот. То есть заявлено было 95, замерили 101. 101. Представляешь? Прикольно, прикольно. Но это все равно меньше, чем у этого. Мы в конце, друзья, еще назовем, ну, примерно там ценовой диапазон, в котором это все продается. Так что смотрите до конца. Так. Что там по шуму? По шуму все очень хорошо, на самом деле у всех девайсов. Это уже такой мировой стандарт. Минус 128 дБ, это у нас донор и фокус райд. И фокус райд, так. Минус 127, это меди плюс, можно считать, что это одно и то же. Так. Далее. Минус 120, это кубик. Кубик 120, хорошо. Слушайте, будет ли шум? Так. И минус 110, это Враксти. Это Враксти. Он получается чуть-чуть пошумнее. Чуть-чуть пошумнее. Но мы тестировали, кстати. Да, не уверен, что это слышно. То есть, ну, цифры говорят, потому что они большие. Цифры говорят. А уши не факт, что услышат. Хорошо. А как же гейн микрофонный? Что такое гейн? Вот, хороший вопрос. Друзья, что такое гейн? Пишите в комментариях. А ты не говоришь, что такое гейн? Я не буду говорить. Не говори. Пусть напишут в комментариях. Я тогда сухие цифры. Так. Гейн микрофонный. У нас получается... Ну, гейн усиления. Усиления, конечно. 56 дБ усиления у нас имеет донор и фокус райд. И фокус райд. Так. 55 дБ меди плюс. Меди плюс, так. 55 дБ кубик. Ага. Ну, нормально. Нормально. И 50 дБ в раксте. И в раксте. Ну, понятно. То есть, получается, по техническим характеристикам кубик это что-то между в раксте должно быть. Да? И донором, фокус райдом и меди плюсом. Правильно? Это что-то между... В общем и целом, да. Что-то между. Совершенно верно. Да. Хорошо. А по ценам чего у нас? Просто я к чему подвожу-то, да? Вот давай, наверное, ты по ценам расскажешь. Потому что я не успел это все промониторить. Ладно, друзья. Значит, самый дорогой у нас, понятно, фокус райд. Потому что он то есть, то нет на рынке, да? А сейчас вообще четвертое поколение. Да. Мы, кстати, сравнивали с третьим поколением. Это третье, да. Это третье. Значит, ну сколько? 14800. Да, 14800. Следующим у нас по цене идут донер Lifejack, да? Он 9600, да? Ну вот сейчас, конечно, там скидки какие-то, ну я не знаю. Ну, по крайней мере, он продается 9600. Хорошо. Кубик Han Solo 9900. Ну, где-то я видел 9600. То есть он вот тоже примерно как донер стоит. Так. Дальше. Midi Plus M Pro Shka. Ну, тут, по-моему, один же вход, да? Здесь один вход. Это 990. И в Rackst и в Rookst, я не помню, эта модель либо за 7600, либо за 8. Это за 7600. За 7600. Ну вот, то есть эта модель стоит 7600. То есть вот, как мы видим, плюс-минус, да, у нас как бы Han Solo легендарный. В рынке. Han Solo 2.2, прошу прощения. Плюс-минус в рынке. Укладывается, да. Легендарный Han Solo 2.2. Укладывается в этот диапазон, да. Ну а как, конечно. UR-12X8. UR-12X8. Кстати, о названии. Я просто вспомнил, что его же, у Han Solo, у него же сын был, который внук Дарта Вейдера. Вот. И он его убил в седьмой, если вы не смотрели, какой седьмой, по-моему, эпизод. Two hours later. Ну, ты что думаешь, Владимир, по поводу этого замечательного девайса? Слушай, ну, по поводу качества записи ребята все сами оценят. Да. А по техническим характеристикам, по изготовлению, как все примыкает. Я считаю, что это крепкий середнячок. Да? Ну, фановый, красивый девайс. Как бы есть вот эта вот немножко, да, какая-то вот фишка, да, что Han Solo. Какая-то коричневость. Отсылка. Пасхалка, да. Коричневость. Есть что еще сказать? Да. Давай. Про драйвера. Вот это мы забыли. Да. Вот это мы забыли. А это важно. Потому что, ребята, ну, на самом деле, рекомендация одна. Покупайте Mac. Забывайте про драйвера. Друзья, покупаем Mac. Да. Сейчас Владимир объяснит, почему. Почему? Потому что данный девайс, как и в Raxi, работает от бесплатных драйверов Azeo for All. То есть собственных драйверов здесь нет. Ну, мы смогли настроить, в общем-то, да, как вы видите, все работает на винде, на Mac будет работать без драйверов. Ну, в общем и целом, все равно, как бы, учитывайте этот момент. Потому что у MIDI+, у Donner и у Focusrite, понятно, у них свои дрова, которые без проблем тоже скачиваются и устанавливаются. Ну, такая ложка дегтя должна уж быть. Не все должно быть радужно, да? Хану Соло. Не все. У Хану Соло. Вот, получился. В общем и целом, да. Ну что, спасибо за внимание, друзья. Такой получился у нас. Я думаю, мы следующим роликом давай попробуем эти интерфейсы возьмем. Ага. И попробуем эти, взять наушники какие-нибудь высоколомные и посмотреть, как у них работает этот предусилитель для наушников. Тем более, что нас спросили об этом в комментариях. Да. Нас спросили об этом в комментариях. Мы, кстати, читаем ваши комментарии, друзья. И, кстати, иногда отвечаем. И даже иногда, ну как, иногда всегда стараемся отвечать. Если мы не ответим вам в комментариях, пишите нам в это, в это, в ВКонтакте, в сообществе, в личку. В личку, да. Прям вот бомбардируйте нас. Ответим на ваши комментарии. Да, и мы обязательно ответим на ваши комментарии. Все. Всем спасибо. Всем хорошего года нового. И как говорится Пойдем работать дальше Всем пока